Детские фото самых страшных злодеев в истории. Все дети очаровательны, гласит материнская народная мудрость. И мы даже готовы с ней согласиться. Пока на глаза нам не попадется детское фото какого-нибудь злодея, чье имя наводило ужас на весь мир. Убийцы, насильники, диктаторы. Все они когда-то были детьми. И вглядываясь в их детские снимки, мы пытаемся уловить в них отблеск той дьявольской силы, которая проявится в них десятилетия спустя. И кажется, улавливаем. Или нет? Николай Чаушеск. Румынского диктатора нет в живых с 1989 года, но жители Рум-Румынии до сих пор помнят, какой железной рукой правил страной бывший генеральный секретарь местной коммунистической партии. Насаждая методы Сталина у себя в стране, он создавал самую настоящую диктатуру с всесильной тайной полицией, политическими репрессиями, преследованием инакомыслящих. Радус ненависти к нему можно оценить, если вспомнить, Николай Чаушеску стал единственным лидером восточноевропейской страны, который при свержении коммунистического устоя был убит своими же восставшими подданными. Иосиф Сталин. В России нынче модно называть Сталина эффективным менеджером, однако с тем, что его эффективность была оплачена реками крови, не спорят даже его сторонники. Около трех десятилетий он оставался диктатором в СССР. На его руках кровь миллионов людей, от безвестных зэков, сгинувших в лагерях лишь за свое происхождение и национальность, до, как гласят исторические слухи, его собственных близких соратников. Но, наверное, в его подростковых фото никто не разглядел бы будущего тирана. Дейл Хауснер. В 2005-2006 годах Хауснер со своими дружками развлекался, стреляя по ничего не подозревающим мирным жителям Феникса, штат Аризона. Он лично подстрелил 25 человек, 8 из которых смертельно. Целый год таинственные серийные убийцы наводили ужас на жителей Феникса, пока Хауснера, наконец, не поймали. Уличить его удалось лишь, когда полиция прослушала его телефонные разговоры, в которых он открыто похвалялся своими убийствами, называя себя лучшим серийным киллером в мире. Джеймс Холмс. На фото справа, молодой человек в возрасте за 20, который во время премьеры фильма, «Черный рыцарь» вошел в кинотеатр в городе Аврора, штат Колорадо, и открыл огонь по зрителям, убив 24 человека и ранив около сотни. На фото слева, он же 15 годами раньше, и в этом милом мальчике, чем-то похожем на Гарри Поттера, кажется, никто не узнает будущего хладнокровного убийц. Йозеф Менгеле. Быть может, виновата плохое качество, черно-белые фотографии, а может, слишком хорошо мы знаем биографию Йозефа Менгеле, врача-убийцы, доктора смерть, хладнокровно замучившего, в лагерях смерти тысячи ни в чем не повинных людей. Но так или иначе, детское фото Менгеле кажется настолько мрачным, что на него тяжело смотреть. Джин Джонс, проповедник и основатель секты, Храм Народов, убедил сотни своих последователей сначала последовать за ним в Калифорнию, потом в джунгли Гаяны. И, наконец, 18 ноября 1978 года он вдохновенной проповедью убедил 909 человек убить себя, приняв яд. Эта трагедия вошла в историю под названием Бойни в Джонстауне, а сам Джонс стал одним из самых жестоких уже пророков-убийц в мире. Усама Бен Ладин Усама Бен Ладин родился в Саудовской Аравии в конце 1950-х. Он вырос в довольстве, не зная лишений. Его отец, эмигрант из Йемена, сумел основать одну из самых успешных строительных компаний в стране. Наверное, именно в детстве он решил, что весь мир и дальше должен лежать у его ног. Но добивался этого страшными способами, приняв участие в подготовке десятков терактов, став террористом номер один в мире. Надо сказать, самоуверенности в его взгляде с годами не убавилось. Эрик Харрис Расстрел учеников и учителей в школе Коломбайн стал первой массовой школьной бойней в новейшей истории США. За несколько месяцев до трагедии Эрик Харрис с семьей переехал из Канзаса в Колорадо, и адаптация в новой школе шла у него тяжело. Все закончилось 20 апреля 1999 года, когда Эрик с приятелем появились в школе с ружьями. Эрик убил 13 человек и ранил более 20, а потом застрелился сам. Между тем, и на детском, и даже на подростковом фото перед нами, милый мальчик с открытым взглядом. Был ли это нервный срыв? Или глубоко в душе Эрик таил жажду убийства? Теперь этого не узнать. Дилан Клиберт На фото справа, опасный маньяк? Нет, это Дилан Клиберт, второй участник бойни в школе Коломбайн. По свидетельствам знавших его людей, на правом фото он лишь дурачится, представая эдаким отвязным неформалом. На самом деле, Дилан был скромным юношей из хорошей семьи, спокойным и интеллигентным, и, как говорят, всегда предпочитал компьютер спортивным занятием. Нет, глядя на юного Дилана с левого снимка, угадать его трагическое будущее совершенно невозможно. Император Хирохито Именно при императоре Хирохито Япония вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии, именно Хирохито призывал японских солдат кончать с собой, но не сдаваться в плен американцам, превращая тем самым сотни японских юношей в самоубийц Камикадзе. После войны император Хирохито был обвинён в ряде военных преступлений. Но кажется, на его лице и тогда не появилось и тени раскаяния, даже на детском фото видно, что перед нами правитель, который спустя годы возьмёт себе власть над жизнью и смертью отданных. Джеффри Даммер. В глазах этого мальчика на фото слева есть что-то жуткое, да и то, как он держит котёнка, обхватив пальцами за горло, заставляет вздрогнуть. Впрочем, возможно, это впечатление складывается, лишь если ты знаешь, кто изображён на фото справа. Джеффри Даммер, серийный убийца и людоед, убивший 17 мальчиков юношей, жестоко издевавшийся над своими жертвами когда, так и после смерти и употреблявший их тело в пищу. У Даммера в тюрьме диагностировали шизофрению, однако, по мнению врачей, он был вполне вменяем в момент совершения преступлений, прекрасно осознавая, что делает Дэд Банди. Кажется, с детских лет этот мужчина стал ещё обаятельнее. Впрочем, это впечатление обманчиво. Дэд Банди, серийный убийца, в 1970-е, предавший жестокой смерти более 30 девочек и юных девушек в 7 штатах США. Своё дьявольское обаяние он использовал, чтобы втереться в доверие к жертвам. Вдобавок Банди ещё и грабил своих жертв. Посмотрите на его лицо, и вы поймёте, почему безжалостного убийцу несколько лет не могли поймать. Дэд окончательно попался лишь в 1980-е, и в 1989-е был казнён на электрическом стуле в одной из тюрем Флориды. Саддам Хусейн. Как бы вы ни относились к Саддаму Хусейн, нельзя не признать, он был классическим диктатором. Он держал Ирак в ижовых рукавицах и любое недовольство подавлял железной рукой. В конце концов, беспорядки в Ираке начались из-за многолетнего притеснения мусульман-шиитов, Хусейн держал у власти лишь единоверцев-суннитов. Впрочем, по детскому фото столь страшную и грозную судьбу предсказать невозможно. Да и вообще яркой биографии по нему не нагадаешь, оно абсолютно ничем не примечательно. Пол-Под. В 1963 году этот человек стал генеральным секретарем компартии Кампучи и развязал в стороне террор революционных отрядов, так называемых Красных Кмеров. Так называемую демократическую Кампучию он контролировал полностью, вынуждая несогласных уезжать за рубеж, расстреливая и вешая их. Крестьян заставляли бесплатно работать в колхозах, а тем, кому это не нравилось, все же приходилось бесплатно трудиться, но уже в лагерях. За время диктатуры Пол-Под в Камбодже погибло по приблизительным подсчетам от 1 до 3 миллионов человек. Как же этот мальчик с выразительными глазами и пухлыми губами сластолюца оказался способен на такое? Адряв Гитлер. Фото этого младенца, которому суждено превратиться в поджигателя самой страшной войны, идеолога самого жуткого геноцида в истории, многие наверняка встречали не раз. И все равно каждый раз хочется вглядываться в эти черты, пытаясь понять, неужели весь этот будущий адетат пока еще совсем малыш носил в себе уже тогда? Подписывайтесь на наш канал. Субскриб Товерчандо. Субтитры создавал DimaTorzok